Валерий Курас Снегири Здравствуйте, дорогие наши друзья! Здравствуйте, мои хорошие! В будние дни и в праздники бывают минуты, когда душа как-то особенно стремится к Богу. Тогда мы можем мысленно обратиться к Нему. Более того, можем увидеть Его своими глазами, ведь в каждом храме, да и у всех нас, есть икона Спасителя. Вот Он, наш Господь. Бог и человек одновременно. А ведь до пришествия Иисуса Христа на землю все было не так. Люди искали Бога и в те древние времена, но не всем Он открывался, а только тем праведникам, которых Сам избирал. Память одного из них мы празднуем завтра. Пророк Моисей. Величайший святой Ветхого Завета. Не было такого второго пророка у израильтян, говорится в Библии. Чем же был так велик? Тем, что Бог беседовал с ним лицом к лицу, и потому наречен Моисей боговицем. Итак, мы отправляемся в глубокую библеевскую древность, в ту эпоху, когда израильский народ жил в Египте. Сначала египтяне его уважали, но затем стали ему завидовать. Израильтяне чтили единого истинного Бога. Бог воздавал им за это своими милостями. Дети у них рождались здоровыми и крепкими. Народ избранный умножался день ото дня. Испугавшись этого, фараон решил сделать израильтян своими рабами. Заставлял он их под палящим солнцем делать кирпичи и строить города. Стонали израильтяне от непосильных трудов, взывая к Богу о помощи. И услышал их Господь, и решил избавить от рабства. Для этого избрал он Моисея. И сам говорил с ним, вот как это было. Моисей шел по пустыне, и вдруг видит куст терновника, объятый пламенем. Остановился Моисей в великом изумлении. Что же его так поразило? А вот что. Пламя горит мощно, ярко горит. Весь куст в огне, а ни одна веточка даже не почернела. Стоит купина внутри пламени, целая и невредимая. И сказал себе Моисей, что за видение вижу? Почему не сгорает купина в горящем огне? Почему неопалимый пребывает? Моисей подошел еще ближе и услышал из пламени голос. Голос самого Господа. Вопль сынов Израилевых дошел до меня, сказал ему Господь. Вижу я, как угнетают их египтяне. Я пошлю тебя к фараону. Выведи из Египта народ мой. Моисей пришел в большое смятение. Что же смогу я сказать фараону? Как убедить его отпустить израильтян? Разве египтяне позволят своим рабам стать свободными? Но Бог утешил его. Я буду при устах твоих, сказал он ему. И научу тебя, что говорить. Вручил ему Бог и жезл, которым Моисей творил потом многие чудеса. И пошел Моисей вместе со своим братом Аароном к фараону. И сказал ему, так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон, фараон не отпустил израильтян в пустыню. И даже напротив, стал угнетать их еще больше. И тогда Господь поразил египтян десятью казнями. Сильные бури с градом сотрясали долину Нила. Саранча поедала все посевы. И вообще по всей той земле была непроглядная тьма. Увидев все это, фараон испугался. И не просто отпустил, а даже как бы выгнал израильтян из своей земли. Но как только его страх прошел, он тут же пожелал вернуть всех израильтян обратно. Жалко было терять фараону таких хороших работников. И он устроил за ними погоню. Запряг 600 отборных колесниц. В каждой колеснице по три воина в доспехах. И это не считая великолепно вооруженных всадников на лошадях. Ну что бы могли сделать против такой силы безоружные израильтяне? Они шли по пустыне и едва достигли берега Красного моря. Как показалось, громадное фараоново войско. В ужасе люди смотрели на стремительно приближавшиеся колесницы. Лежать было некуда. Впереди только море. Но Господь чудесно спас свой народ от нового порабощения. Повелел он Моисею поднять чудодейственный жезл и разделить им море на две части. И раступились воды. И прошел избранный народ по дну морскому, как по суше. Когда последний израильтянин ступил на другой берег, воины фараона на колесницах и на конях оказались посередине чудесного прохода. И тогда ударил Моисей жезлом в море. Морские воды сомкнулись и покрыли всех египтян. Кроме самого фараона, ни один из них не спасся. Пришли израильтяне к горе Синайской. Там Господь опять воззвал к Моисею. Приказал он ему взойти на вершину горы и дал ему там десять знаменитых заповедей о том, чтобы чтить единого Бога, не убивать, не красть, не клеветать на ближнего. Повелел создать и первый храм, большую переносную палатку. В Библии она называется Скинией. В этом храме Господь являлся Моисею. Там и говорил он с ним лицом к лицу, как бы с другом своим. Одним словом, Бог обитал среди своего народа. Что может быть прекраснее этого? Совсем немного пути оставалось им и до той дивной обетованной земли, на которой сегодня расположен город Иерусалим. И однако же, израильтяне не пожелали быть верными своему Господу. Как же такое случилось? Когда подошли они к пределам этой земли, Бог повелел Моисею послать туда разведчиков. Зачем? Ну, чтобы убедиться в том, что земля эта и вправду замечательная. Разведчики осмотрели землю и вернулись к Моисею с огромной кистью винограда. Настолько тяжелой, что ее можно было нести на шесте только вдвоем. Но в то же время сердца их рабели. Народ, живущий там, силен, говорили разведчики. Города укреплены, не сможем мы одолеть его. Возроптали израильтяне на Моисея за то, что вывел он их из Египта. И даже собрались вернуться обратно на берега Нила. Почему они так поступили? Потому что не верили Богу. И прогневался Бог на тех израильтян. Никто из них так и не увидел земли обетованной. Вошли в нее только их потомки. А что же сам Моисей? Он передал потомкам все заповеди, которые принял от Бога. Поставил вместо себя нового вождя, Иисуса Новина, о котором мы вам еще расскажем. И мирно предал душу свою Богу. Ему было уже сто двадцать лет. Тихо скончался сей праведник. Но только имя Его гремело во все последующие эпохи. Славит Его и наша Церковь. Прославим Его и мы. И опять у нас будет праздник. Всех вам благ, дорогие друзья. Храни вас Господь, мои хорошие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин